Всем привет, с вами Ирина Корнева. Сегодня тема выпуска, где не стоит искать свадебных специалистов. Готовы? Под нами! В этом выпуске я буду в основном говорить про свадебных фотографов, но говоря про фотографов, я буду иметь в виду и остальных свадебных специалистов, таких как декораторы, организаторы, ведущие, видеографы и так далее, так как и остальные подрядчики тоже выбираются по портфолио. Итак, информации по подрядчикам в интернете достаточно много, а это значит, что и шансов на ошибку тоже достаточно много. Где бы я не рекомендовала искать свадебных фотографов? Ну, прежде всего, это непрофильные сайты, такие как Авито и Профи.ру. Кстати говоря, если я заговорила про фотографов, я хочу вам показать коробочку, которую я заказала недавно на Валберес. Почему, в принципе, я решила ее заказать? Такая коробочка с стеклянной крышечкой и с флешечкой на магните. Очень, кстати, удобно, что флешка на магните, вот здесь не потеряется крышечка. Почему я решила заказать вот эту вот коробочку? У меня нет напечатанных фотографий, как, я думаю, и у большинства из вас, нет напечатанных фотографий со своей свадьбы. Напишите, кстати, кто распечатал фотографии или планирует напечатать фотографии. Напишите в комментариях. Так вот, у меня есть фото в виде фотокниги, вот такой, где я была невеста. Вот такая фотокнига. Но здесь, естественно, только часть моих свадебных фотографий, а все остальные фотографии у меня просто записаны на диск. Я решила переписать фотографии на флешечку и распечатать фотографии, положить вот в эту коробочку. Ну и чтобы все фотографии у меня все-таки не потерялись, а сохранились, так как диски портятся тоже, как показывает практика. И не просто портятся, во многих компьютерах, в принципе, дисководов уже нет. Поэтому я решила все это дело перепечатать на флешечку и распечатать фотографии, чтобы это все у меня сохранилось вот в такой вот красивой коробочке. Кстати говоря, коробка действительно прикольная. Я недавно такую же коробочку подарила своему дяде. У него в июле была свадьба, и я снимала видео на этой свадьбе. И то видео, которое я сняла, я записала ему на флешечке и подарила ему такую коробочку с видео, а здесь распечатала те фотографии, которые сделал его фотограф. Эффект был вау, потому что до этого мой дядя никогда не получал вот таких вот подобных красивых каких-то коробочек со свадьбы. Кстати, у него не первая свадьба уже, но ему было прямо вот очень приятно. Он говорит, я ни разу такого не видел, ему очень понравилось. И подобные коробочки можно подарить родителям, в том числе после свадьбы распечатать фотографии, записать фотографии на флешку или видео записать на флешку и подарить родителям. Я думаю, родители тоже будут очень-очень в восторге, потому что для родителей всё-таки ваша свадьба тоже имеет очень даже большое значение. Ссылочку на эту коробочку я оставлю вам в описании, заказывайте. Заказать её можно на Валбересе, там есть скидки на Валбересе, в том числе я заказала её со скидкой. Я думаю, что вам пригодится. Записывайте свои фотографии, чтобы ничего у вас не потерялось и чтобы всё сохранялось. Сейчас большинство фотографов отдают фотографии в основном с ссылкой, не на флешке, а с ссылкой. То есть если раньше отдавались на дисках, на флешках, то сейчас в основном большинство фотографов отдают ссылкой, потому что фотографы зачастую работают из разных городов, или даже если фотограф из Москвы или из любого другого города, просто ради экономии времени просто скидывается ссылка и всё. То есть фотограф не пересекается с молодожёнами вообще никак после свадьбы. Непонятно, да, что может произойти с этой ссылкой. Ссылка может перестать работать. Жёсткий диск может, опять же, там испортиться. Что-то может произойти. Чтобы сохранить это дело, лучше, конечно, записать всё это на флешечку, так как флешечка маленькая, чтобы она не потерялась, и сохранить это всё в коробочке, как это сделала я. Поэтому очень рекомендую. Заказывайте и сохраняйте свои свадебные фотографии. Итак, почему же я не рекомендую искать фотографов и других свадебных специалистов на Профи.ру и на Авито? Потому что там размещаются в основном те работы, которых не выдерживают конкуренции в популярных соцсетях, например, таких как Инстаграм. И поэтому они переходят туда, где конкуренции с профессионалами в принципе нет никакой, конкуренции отсутствует. Вообще, почему невеста может пойти искать специалиста на Авито или на Профи.ру? Потому что многие боятся спрашивать стоимость, и они думают, что вот мы сразу сейчас отсортируем по цене на Профи.ру или на Авито, посмотрим и выберем самого дешёвого. Может быть такое, что не на профильном сайте, на том же Авито или на Профи.ру стоимость фотографа дороже даже, чем такой же специалист на профильном сайте или в соцсетях в том же Инстаграм. Потому что там есть конкуренция. И фотографы, видеографы и все остальные конкурируют друг с другом. Они смотрят на работы своих коллег и, естественно, конкурируют друг с другом. Многие сайты, кстати, намеренно занижают стоимость специалистов или площадок, чтобы вы обратились через этот сайт к этому специалисту. А затем, когда вы начинаете общаться со специалистом, выясняется, что его цена на самом деле выше, чем та цена, которая указана на этом сайте. И невеста думает, ну раз здесь такая цена, раз здесь так дорого, на том сайте, где вообще в принципе все очень дешево. То что же будет в том же Инстаграм, если я найду фотографа, чьи работы мне очень нравятся? У него, наверное, цена вообще будет космос. И поэтому невеста, не спрашивая, сколько это стоит, просто заказывает фотографа, который, ну такое себе, у которого такие себе работы. А потом, спустя время, выясняется, что у того фотографа, который ей нравится, цена такая же или цена там чуть-чуть повыше, чем у того фотографа, который на профиру там условно, да, или на Авито, или на каком-то другом сайте размещался. Поэтому, дорогие мои невесты, не бойтесь спрашивать. Если вам понравился подрядчик, фотограф, ведущий, видеограф, декоратор, неважно, обязательно спросите его цену, спросите, сколько он стоит. Вполне возможно, что вы удивитесь, что его цена не такая уж, как вы себе там придумали в голове. Вот, например, когда мы организовываем мероприятие, то мы, естественно, работаем с лучшими из лучших. И когда мы выбираем, когда мы подбираем, то нам нужен именно профессионал, лучший, да, лучший из лучших, а не лучший из худших. И когда фотографы те же присылают заявки о сотрудничестве нам, то фактор размещения фотографа на профиру или на Авито сразу дает представление о подрядчике. И сразу, знаете, складывается такое впечатление, ну, не знаю, даже смотреть не хочется, потому что, скорее всего, это будет крайне такой низкобюджетный, низкоуровневый, да, специалист, который только-только начинает свою профессиональную деятельность, у которого, скорее всего, будут крайне плохенькие такие работы, да, работы, которые не могут конкурировать, в принципе, с работами настоящих профессионалов. Дорогие мои молодожены, обязательно узнавайте о цене и ни в коем случае не заказывайте фотографов, видеографов, ведущих, организаторов и прочих свадебных специалистов на непрофильных сайтах. Это важно. Всего хорошего и пока-пока.